Они идут, опустив глаза, выглядят подавленными и крайне изможденными. Совсем молодые и седые старики. Без оружия, с узелками личных вещей. Не 25 человек, как сообщалось еще утром, а 72. Это самое большое количество сдавшихся в плен за весь период войны. Каждому из вас будет предоставлена возможность вернуться домой. С честью и достоинством отнесемся каждому из вас. Накормим, искупаем, возможно, переоденем. Но то, что к вам никто не прикоснется, избивать, пытать, этого ничего абсолютно не будет. Я как комиссарарий, я гарантирую, каждому достоин отношения и свободу. Почему решили? Ну, так лучше, наверное, будет для нас всех. А что вам говорили, о том, что вам есть информация, давали? Нет, нет. Абсолютно. Все пленные из так называемого 40-го батальона территориальной обороны «Кривбаз» в Днепропетровск. Эти три человека поедут в кузове машины. Они грузят и будут сопровождать тела своих сослуживцев. В голосах даже не злость, разочарование. Нас отстреливали, мы стояли. По нам работала артиллерия. Почему командование вас не отводило? Вообще, что говорили? Ничего. Я не генерал, мне командование ничего не докладывает. Это не ко мне вопрос. Командир вот этого батальона на окружение не попал. И всячески убеждал в том, что их будут спасать, что им главное не сдаваться. Целое подразделение выходят из Дебальцевского котла с поднятыми руками. Нервы сдали. Погрузка в автобус. Дебальцево-Луганск. С ними будут работать психологи. Так как мы понимаем, в какую ситуацию они попали. И психологи, и командиры с ними, которые будут работать, объяснят о том, зачем и как они сюда пришли. То есть нам нужно понять и объяснить. И показать, какой урон они нанесли городу и вообще Луганской народной республике. Луганские ополченцы заявили, что готовы к обмену пленными. Отпустят всех. Уже сегодня, во второй половине дня, еще 50 украинских военнослужащих заявили по радиосвязи о том, что сложат оружие и сдадутся в плен. Это один из укрепрайонов украинских войск на окраине Дебальцево. Ополченцы отбили его сегодня утром. Вот видно, украинские военнослужащие, когда уходили, бросили бронетехнику, бросили все свои укрепления и блиндажи. Вот готово. Втыкай и стреляй. Уже и выдернуты шнурки. Отсюда бежали вглубь Дебальцевского котла, практически без единого выстрела. Хотя боеприпасов было достаточно. Вот ящики с патронами. Вот заряды к гранатомету. Десятки. Это их, как говорят, сабериги, как они их называют. Вот здесь могу предоставить сейчас кукурузу, пшено. То, что дает им украинская земля, ну так как, видимо, им ничего не помогло. Потому что они на нашей земле. Мы на своей земле, и мы ее никому не дадим. Субтитры создавал DimaTorzok